Всех приветствую на своем канале. Как вы видите, я таки иногда прислушиваюсь к мнению зрителей. Зрители, привет! Особенно те, которые что-то вякают в комменты с надеждой, что я не послушаю, и при этом с надеждой, что послушаю. В общем, видео будет посвящено моим февральским пустым паночкам, и пусть сегодня уже 1 марта, с наступлением весны, если вы сие отмечаете. Но я все-таки решила это записать. Все-таки они накопились. Некоторые просто в состоянии «брррр». В общем, начну я, пожалуй, с того, что у меня сейчас уже стоит на столе. Не знаю, видно вам все это или нет, но я постараюсь это все внятно показать. И да, тут немножко видно аромалампу. У меня недельная мигрень. Я сегодня так вот бегала-бегала. Да, я тут наконец-то уже покрасила эти ноготочки, которые все еще фигово растут. И оказывается, ногти красить – это как на пианино играть. Если долго не занимался, то, блин, как это делается. С 10-го раза я их все-таки накрасила. Короче говоря, у меня тут немножко финского шоколада. Правда, я в этот раз подозреваю, что это не финский шоколад. Хоть и под видом финского. Но, по крайней мере, похож. Да, это вот сделано в Германии. Привет, Наталья. Наталья из Германии, которая. Наталья из Чаркарта. Ник, в общем, ну, вообще, это стилизовано под финский шоколад, который я вчера купила. Если вдруг кому интересно, то могу отдельно обозреть. Потому что у меня тут видос на кухне, напротив окна. И как раз рядом блюдо со всякой вкусняшкой. У меня тут аромалампа с пихтовым маслом. Практически полный пузырём фигатнула. И, соответственно, это я пыталась очистки способами, подушными средствами уничтожить свою мигрень недельную. Которая сегодня решила совсем так ярко проявиться. В общем, ну, и... В общем, начну я, пожалуй, с этого масла, которое у меня внезапно закончилось. Точнее, я залезла в шкаф поисках. Чем бы таким черепушку намазать, чтобы она как-то прошла. Потому что парцетамол кофе крепкий с каплей бальзама карельского и сахаром эффекта не дал. В общем, и оказалось, что у меня тут пихтовое масло эфирное для бани и сауны. Thermalis фирма. И, да, стопроцентное масло эфирное пихты. И у него срок как раз вот истёк буквально, можно сказать, вчера. В общем, он до февраля 2017 года включительно. Ну, и он был слегка вскрытый. Видимо, когда-то я им пользовалась. Сделан он, не знаю, когда куплен. Тут 10 мл. сделан он был в феврале 2015 года. И я почти весь пузырёк фигакнула в свою аромалампу. Так вот, я чую, у меня, не знаю, как в комнате и квартире, но в кухне-то конкретно благоухая от этой пихтой. В общем, закончилось оно у меня. Нисколько закончилось, сколько срок годности закончился. У меня ещё крышечка куда-то фигакнулась. Давно уже так оно стоит. 17 мл. мята, натуральное эфирное масло. Срок у него, оказывается, закончился... А где же тут было написано-то? Потому что я поняла, что у него срок-то закончился. А срок у него был 2 года, и закончилось оно, оказывается, вообще. Срок у него сдох. Сделано оно 19.07.2011. 12.13. 13.13 года. Короче, 4 года назад у него, оказывается, срок годности сдох. Оно у меня стояло без крышечки, воняло, воняло. И сейчас уже даже не воняет ничем. Хотя там ещё что-то осталось. Осталось где-то, ну, может, 1,5. Эта фирма у нас была Эва. Потом, не то чтобы закончился, и хотя срок годности у него до ноября 2017 года, то бишь до этого, это вот с последней этой коллекции фрошековца год назад, я его покупала с Алёнкой в Ярике в магазине. Серия, это у нас коллекция «Лето», «Цветочная лагуна», лак для ногтей, 5 миллилитров, номер 56, «Красное солнце». Он не то чтобы загустел, мне кажется, он отпрыснул. Я не знаю, может ли такое с лаком быть, но когда я сегодня пыталась помазаться, он как-то комочками такими был. В общем, что-то такое непонятное. Причём, не, он не загустел. И он вроде даже как-то немножко шевелился. Короче говоря, в общем, я поняла, что он пришёл в негодность и решил, что его тоже надо обозреть заодно. Хоть сегодня и март, 1 марта, напоминаю, да, так, но я подозреваю, что загустел он, может быть, даже уже вчера. Если бы я вчера к нему подошла. У меня практически закончился, тут, может, на раз, на два осталось. Это вот с дня рождения мне Настя Зарецкая присылала. Привет тебе, если вдруг увидишь меня. И спасибо за возможность попробовать. Это польская фирма Жанна. Боди натуре. Глицериновый крем для рук с оливковым маслом. Такой, в общем, что-то у нас было питательней. Классный крем. Я даже, знаешь, сейчас продемонстрирую его. Он такой вот обычный. Мне кажется, я его тестировала в этом обзоре, этого подарка на день варенья. Хороший, классный крем. Если я вдруг там где-то увижу, то, наверное, себе обязательно приобрету. Потому что, в принципе, вот, благодаря еще одному средству, который я тут покажу, мой любимый путик, который мне периодически всобачивается своими когтями в любые части тела, чаще всего руки, периодически оставляет мне такие довольно глубокие ранки, которые хреново выживают. Ну вот, этот кремник мне помог. И еще одна вещь, от которой, вообще, знаете, не ожидаешь такого вот, вообще, ну, средства для лица, ну, вот оно мне помогло. Ну, тут у меня часики тикают. Чтоб я примерно знала, сколько мне еще стрипаться. Хоть у меня камера почти 30 минут записывает, но все же фиг знает, сколько я проговорю. В общем, не то, чтобы закончилось. И срок годности не вышел. И после вскрытия она, вроде как бы, должна была жить слегка подольше. Это Эйвановский. Я тогда не помню, какой заказ. Я давно уже каталогов 5, наверное, пропустила. Ну, тупо у меня сейчас нету... Во-первых, нет клиентов. Во-вторых, ну, никому ничего знакомых не надо. В-третьих, у меня все, что мне нужно есть, даже пусть это не Эйвановская, но вот все, что мне нужно, у меня есть. И вот чисто мне в Эйванов... Ну, я шестой каталог скачала, но я его еще не смотрела. Поэтому, я не знаю, может быть, что-то закажу. Ну, если мне что-то понравится, то закажу. А так мне ничего особо не надо. В общем, это Эйвановская помада. Ультракару... Кэлор... 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 Что тут такое? Да, кстати, вот только сейчас я тут заметила. Она, оказывается, сделана была в январе 2006 года. 2016 года. Сроком... Ну, срок-то у них вроде года 3 обычно, да? Ну, тут никакого срока, в общем, больше не написано. А вот так вот в выгравированном поверху. В общем, это у нас... Типа карандаш, не карандаш, на самом деле, ну, как он там, маркер для губ. Он у меня с первого применения сразу потемнел. Через пару применений он выцвел слегка. И на бумаге-то он, в принципе, еще как-то мажет. Я сейчас специально в комнате протестировала. Но на губах, во-первых, очень неудобно наносить. Вот маркер маркером. Во-вторых, он, конечно, держался на губах. Не спорю. Не стирался и не смазывался. Он вот чисто впитывался и так вот. Ну, классический такой маркер, только типа в виде помады. Но... Как-то он хреново намазывается уже. Вот я тут попробую вам сделать сводч по руке, которая этим кремом намазана. И, в общем, он даже уже цвет какой-то другой передает. Между коричневым, непонятно каким. Я надеюсь, будет видно этот мой сводч. В общем, я его оставлю. Чисто может что записать. Так вот это. В роли ручки по бумаге. Но пока он еще не совсем издох. Но уже для губ он не котируется. В общем, если вы вдруг решите в Эйвен каталоге это чудо увидеть и закупить, не надо вам это. Мне его посоветовал мальчик из Эстонии. Кажется, Илья. Если вдруг узришь мой видос, привет тебе, Илья. И сначала мне очень понравился этот гель. Это Эйвеновский, Эйвен Сенсенс, Бюрмэ коллекция. Кремовая фантазия, карамель и миндаль, увлажнение, гель-крем для душа с миндальным маслом. И где-то до половины, не смотрите, что тут меньше, где-то до половины он мне нравился. Я его юзала усиленно, периодически. И он мне даже напоминал, знаете, такие, Херман, Герман, хрен его знают. Вот такие, типа в стаканчиках, типа йогурта, пудинки карамельные. Вот пудинг карамельный, конкретный такой, намазываете на себя пудинг карамельный. Точно такой же по консистенции. Классическая консистенция геля для душа Эйвен Сенсенс. Ни хрена, не мажутся, не пенятся. Ну, они пенятся, если дофига вылить на себя. Совершенно не экономичным в этом плане. И вот реально, будто вы на себя пудинг намазываете. И запах, и консистенция. И сначала вроде он как-то нормально шел, а потом меня так стало от этого запаха воротить, что я его пыталась использовать как жидкое мыло. Пыталась им даже какие-то мелкие вещи постирать. Вороть дико не могу вообще. Может быть, я, конечно, им там туалет попытаюсь помыть, там пол помыть, не знаю. Может, посуду помой, но... Отвратный какой-то, не знаю, я чувствую там вот эту оскарамельку. Насчет менталя вряд ли. Изначально ментал не чувствовался. Ну, может, это с мигренью связано. У меня какой-нибудь там мигреневый токсикоз, типа того, но... Даже не закрывается больше. В общем, очень отвратное охренотение. Я не то, чтобы его не советую. Если вы любите пену, так же, как я, большую такую обильную пену, чтобы гель пенился и мылся, да, то я вам это не советую. Если вы в восторге от Avon Senses, то я думаю, у вас просто... Ну, я надеюсь, что у вас не бывает такой затяжной мигрени, которой я вдруг внезапно... Кстати, вот долго ее не было, тут она появилась. Я вообще забыла, что такое бывает, что неделю мозг голова болит. В общем, если вы такой фигнё не страдаете, как я, то я вам советую этот гель. Но если вы любите много пены, то не особо его советую. В общем, я закончился, можно сказать, наконец-то. Практически все тут это выдавлено. Ифрашевский. Это с их этой летней коллекцией. Хотя он, вроде, у них и так есть. В общем, это гель-гамаж для душа, манго и калиандр 200 мл. Ну, что могу сказать. Я вообще в восторге. Я люблю гель-гамажи. Мне нравится Avon Senses цитрусовый заряд. Из всей этой сенсовской коллекции гель-гамажей. И я люблю гель-гамажи от Ифрашев. Очень классный. Вообще запах классный. У меня, кажется, такой гель для душа. Сам по себе был. Хоть тиражкой сделан, и это сделано во Франции. Написано, что на 25% пластика меньше в этой упаковке. Не знаю, как, так ли или нет. Но, наверное, так и есть. За счет того, что вот эта фигня не откручивается, потом очень проблематично в конце доставать эти остатки. Приходится вот чисто туда воды наливаю, чтобы оно как-то так на губку. Ну, жалко, такой хороший. Хороший такой скрабик нежненький. Что, я вам его советую. И сама, может, куплю, если буду в ближайшее время где-нибудь там. Ну, вообще, если я когда-нибудь буду в Ярике, или не в Ярике, ну, где вот этот оф-магазин хорошевский. Потому что что-то доставку на дом делать, это потом ждешь, чтобы на определенный момент ее делаешь. А она все равно приходит так, как и в нашем доставке Ярославской удобно. В общем, определенный день какой-то на неделе. И полдня ждешь. И в назначенное время, конечно, они приезжают. А ты приезжает, когда им приспичат. В общем, совершенно неудобно. Плюс онлайн-новая оплата. Карта моя исключительно глючит на онлайновой оплате. Фроши. Яндекс они давно отменили. Совершенно очень неудобно. В общем, оптимальный вариант это ехать куда-то, где есть офлайнерский магазин на Фроши. В общем, у меня закончилась, по-моему, неполная была. Да, неполная была эта манушка. Мне присылалась-то зарезка на Новый год в роли на затест. В общем, это у нас сделана была на 3 августа 2016 года. В общем, сроком она до 3 августа этого года. Она не дожила. Тут изначально было 600 грамм. Это у нас спивак. Вообще, я про спивак слышала. И, в принципе, хотела при желании, при возможности попробовать. Вот, спасибо Насте за возможность попробовать. Может, что-то другое у спивака и хорошее. Но это отвратное, жуткое, что-то такое. Это, в общем, соль до ван грейпфрут. Грейпфрутом она совершенно не пахла. По составу она такая, хороший состав. Ничего сказать не могу. Тут морская соль, эфирная масла грейпфрута, апельсина сладкого и бергамота. Не апельсина. Если только, знаете, такой бывает аромат какой-нибудь лекарства от горла с ароматом, вкусом апельсина. Вот какой-то такой очень лечебный. Вообще, чисто для меня воняло с кипидаром. Я в художку одно время ходила, это где-то лет в 16, ну, в 10 классе, где-то в свое время до 2004 года включительно. Ходила я в художку, рисовала иногда маслом. И вот в роли растворителя у меня был с кипидар. Вот с кипидаром воняет. Соль хреново растворяется. Я ее в основном, я пару раз делала с ней, чисто дала ей шанс второй, в роли ее соли для ванны, именно для тушки. Может, я что-то не догнала, но, во-первых, соль хреново растворяется. Каменьев, конечно, не остается, но в кожу она впивает, но очень долго растворяется. Я ее потом заюзала уже как ванночку для ног, там, ну, сто ложку фигачила, и держала копытца свои, вместе с какой-нибудь пеной. Ну, в общем, брррр. Одна отвратная хрень. Никакого грейпфрута. Не советую я вам ее. Может, что-то другое отступи пока и нормальное, но это вообще какой-то отвратный, это укус. Спасибо, Насте, конечно, за возможность попробовать, но больше не надо. В общем, у меня закончилась ту самую средство, про которую я говорила в самом начале. Это Эйван Планета Спан, русская баня с экстрактами сибирской сосны, эвкалипта маска для глубокого очищения кожи лица, 75 мл кожи лица. Я ее пару раз, наверное, наносила на руки чисто теста ради. Второй раз, когда ее наносила, благодаря ей и вот этому кремику, у меня вот этот жуткий порез от кота, два такие глубоких было полосы, они у меня практически затянулись, вот мелкий-то даже уже не видно, шрамик. Вот здесь, ну, еще что-то есть. В общем, классная маска такая. Мне она, по-моему, пришла первый раз, когда я вот в Эйване заказала, что там за 10 рублей мне был набор маска для волос. У меня она, кстати, по-моему, должна еще быть в пустых баночках такая. И маска для лица. И вот, во-первых, экономичная. Во-вторых, ну, конечно, я не часто ее применяла, только когда вот по надобности, когда уж совсем такая кожа, хочется ее почетить как-то. В общем, очень классная. Тут еще у меня осталось буквально, может, на полурага. Но я думаю, что уже пустая баночка, хочу ее хранить. Не сегодня, а завтра я ее уделаю. Вот единственный минус, тут она, конечно, она, да, вот таким вот видно, что белая, тут она когда высыхает, она становится именно такой белой. Наносила я ее, сейчас скажу. В общем, ну, она, да, действительно, очень быстрая такая маска. На 5 минут нанес и через 5 минут смыл, если оно или засохло, или побелело. Хорошая кожа после нее такая чистая. Вообще ничем не хочется ее ни тоником не протирать, ни кремом мазать, ни молочком там каким. Ну, единственный минус, что вот она выдавливается иногда больше, чем нужно, и потом вот здесь вот такой вот осадок остается. Такая маска. В общем, короче, я вам ее советую. Вообще, мне нравится вот именно вот, сколько я помню Эйвона, когда просто там покупала, что когда-то там, ну, еще вот там лет 10-12 назад, вот эта планета спана вообще шикарная. Вот навсегда как-то выделялась в Эйвон, эта серия. У меня наконец-то закончилась паста. Она мне уже успела, она доесть. Месяца на 4 с лишним мне ее хватило. Что-то вообще за какие-то копейки покупала. 27 рублей. У нас там магазин какой-то в Угуче есть. Светофор в первой жизни я там была. С однокласской и ее мужем. Ну, и, соответственно, вот. Точнее, даже я ее не покупала. Они мне ее платили. Видимо, благодарны за то, что я помогла им с компьютером. Так. Двойная мята. 130 миллилитров. Оно же 170 грамм. Хорошая паста. Ну, доедает. Профилактическая зубная паста. Зумчужная. Лайт. Двойная мята. Сделана она в Кировской области. Короче, 3О. Робита СП. Общество с ограниченным ответственностью. Что-то такое. Тут, может, еще на пару раз осталось. Потому что я сегодня выдавливала. Там еще что-то было. Хорошая паста. Я не знаю вообще, как понять. Хорошая или плохая. У меня зубы молочные. И мне она нравится. Расти, конечно, они от нее не стали лучше. Но и не вываживаются. Так. У меня закончился шампунь. Рецепты бабушки Агафьи. Питательные на основе мыльного корня. До жирных и нормальных волос. С экстрактами сбора сибирских байкальских трав. Сколько еще я говорю, то уже, наверное, надо заканчивать. Я надеюсь, у меня еще есть какое-то время. До выключения. Будет длинный видос. Секреты сибирской травницы. Он, конечно, хорошо промывал. Не надо, пусть у него была маска в основном. Ну, бальзам никакой точно не надо. Но он настолько густой был. Тут уже, конечно, пустой. У нас полностью флаконник. Пока что он зеленоватый. Такой гелеобразный. Он сродни вот этому. Очень густой. Вываливается, вываливается, вываливается. В общем, он мне не понравился. Именно тем, что он неэкономичный. Ну, не то, чтобы волос... Не, он промывал вот. И то ли волос к нему привыкает, то ли что-то такое. Вот, допустим, три дня подряд. Вот, может, нормально, а потом какое-то безобъемное совершенно. В общем, я его не советую. Раньше мне не очень нравились у бабушки Агафетти шампуни, помню. Они как-то и другой консистенции были. Ну, тут год 2012 года. 350 миллилитров. Что-то я вот так его покупала в 48-40 рублей. Ну, где-то в районе 50 рублей. Вот такая хрень. Типа, как вы говорите, бюджетно. Бюджетно, но неэкономично. Следующий у меня пакетик. Благо, я еще помню. Я боялась, что я его достану в пустых баночках в обзоре и забуду вообще, что это. Это я покупала... Я так и не посмотрела, сколько он стоил по чеку. Поэтому по цене ничего сказать не могу. Ну, тогда я еще до хрена купила на 600 чем-то рублей. И у меня еще и еда при этом была. В общем, это я покупала в Атаке. То же самое, что типа Ашан. Ну, филиал такой Атак, короче. Натуралист, Сибирская купель, комплекс для принятия ванн, антистресс, тибрисы и эхинацея. Как раз эхинацея. Тут на днях наш японец переводил вторую главу, кажется, этого Ребельона. И там как раз что-то было такое про эхинацею. Я просто помнила. В общем, по консистенции это вот такой вот доза такой пены для ванн. Она такая была розовато-белая, густоватая такая. Очень хорошая, большая пена. Но запах какой-то не очень помню, как пахнет. Эхинацея, не особо представляю, как пахнет с эхинацеей, но пахло как-то приторно-отвратно. Мне не понравилось, откровенно говоря. Тут в составе выявлено, значит, у нас розовое масло. Масло и роза вообще не пахло. Эхинацея, горная мята и эхинацея. Ну, в общем, тут соль для ванн, по идее. Отвар какой-то якобы. И вся вот эта хренатень, она где-то посередине была. Вот соль там. Ну, сначала химия, вначале потом идет вот вся эта минеральная фигня. Натуральная, с эхинацеей и маслом. И под конец опять химия. Где-то вот посередине встала эта вот вся вот эта хрень. Я тупо берешь... Я раньше думала, что это как-то это супер вычурное. Или как-то я что-то в перебор делаю. Берешь какой-нибудь отвар, берешь соль для ванн. И берешь любую там какую-нибудь пену для ванн. Все это фига к ванну. Вот тебе счастье. Намного эффективнее и намного, не знаю, ну, может экономичнее, может как-то дешевле, не знаю. Ну, вот чисто я после нее, я должна была спать в мертвом сном. У меня такая бессонница до пяти утра пошла. В общем, не советую эту хрень. Это тупо трата денег и никакого-то... Тут еще такой рекламный эффект, что типа минимум 10-12 ванн вам надо делать и не менее двух раз в неделю это поднимать. Тогда у вас будет какой-то эффект. Я думаю, что это тупо маркетинговый ход, никакого у вас суперэффекта не будет. Нет, конечно, можете попробовать риснуть и может вас до пяти часов не будет такой бессонницы. Но я принимала в восемь вечера и, по идее, должна была в девять уже спать. Но вырубилась я где-то около после пяти утра. Особо если куда-то потом вставать, да, вот это вообще фигня. Лучше купите первого решения пену для вам. В том же Атаке, там что-то 60 рублей на 100-650 миллилитров, насколько я помню. И она довольно экономичная. Там буквально вот эти два колпачка и пены вот дофига. Она держится, она не спадает. По крайней мере, вы можете минут 15 пролежать и в этой пене еще быть. И она никуда не исчезает. В общем, горняшка. Так, у меня наконец-то закончился крем от Насти Зарецкой. Для лица чистой линии крем, для лица дневной, насыщенный, увлажняющий, для сухой кожи, лепестки розы, алтей, лекарственный. Он классный, хороший, экономичный крем. У меня очень надолго хватает кремов. Тут 40 миллилитров, не поверите, он меня достал. Я уже не знала, куда его девать. Он меня уже настолько достал, что я руки-то мазала. И ноги-то иногда мазала. А это, сволочь, и не заканчивалось. Тут, в общем, интенсивное увлажнение. Алтей лекарственный обеспечивает глубокое увлажнение, смягчает кожу гладкость. Лепестки розы упокаивают, освежают, делают кожу гладкой. Применение утром наносить на очищенную кожу лица и шеи. Я его не только утром, иногда и вечером, и когда приспичат, и когда... Но он хороший, он увлажняет. Ну, что с у меня, он был, перед тем, как снять видос, я его нанесла. Кожа нежная, мягкая, очень-очень экономичный, но он мне надоел. Я уже не знала, когда же ты закончишься, сволочь такая. Сегодня остатки выдавливала. Вот еще и что-то есть, ну, не поверите, еще что-то лезет. У меня там глем еще от Насти Лукьяновой. Я, может, уже его хочу заюзать. А эта, сволочь, все никак не заканчивается. Он жидкий. Ну, не сказать, что совсем жидкий, но... Да, вот я его на руки опять нанесла. Но он такой жидкий. Ну, ближе к жидкому, и вот за счет того, что он ближе к жидкому, совсем чуть-чуть надо. И вот на всю морду лица хватит за глаза и уши. Да, за глаза в прямом смысле. Ну, можно и за уши. Ну, я так подозреваю, что он довольно бюджетный вариант, как вы любите говорить. Да, после вскрытия живет 6 месяцев. В общем, он практически 6 месяцев у меня после вскрытия, наверное, и жив. То есть, какой-то с Насти у нас поменяшки. Тут 70% природные компоненты написано. Вообще, мне нравится средство чистой линии, вот именно для кожи. Потому что гели для душа и шампуни у меня вообще не подошли от чистой линии. Гели для душа как-то, ну, троечка какую-то. Вот этот вообще, правда, уйдет сюда животное. В общем, крем для рук, я помню, мне сашпожитого дарила. Очень он мне понравился, такой шикарный. В общем, чистая линия, вот, как вот такой, не знаю, вы там называете проходной вариант, напишите в комментах. Что такое, по-вашему, проходной вариант, потому что я не догоняю. Ну, вот именно так вот нет денег, закончился крем. И надо, да, вот, по зарезу. Он в любом магазине, по крайней мере, у нас магните, я их видела и в магните, и в пятерке, на Аэропдиксе. Обычно в таких сетевых магазинах они есть. И зашел там, в пределах сотни, что-то такое купил. В общем, я могу вам его посоветовать. Но меня он достал. Но, не, он классный. У меня, наконец-то, закончился вот этот гель. Тут что-то еще валяется. Но это уже так ближе к воде, потому что я уже добавляла, потому что, чтобы вылить на себя. Это у нас сделано в Рашкин. На Шейф Роше. Где тут по-русски-то хоть? Неудобно очень, на прозрачном фоне белым цветом. Гель для душа и ванная, ливо-пятигрен. Это у нас год, что ли, назад они его, замена этой призернатур. 400 мл я ему летом пользовалась. Он у меня зимой хороший шел, потом зима еще, можно сказать, официально она вчера закончилась, хотя на улице снег. В общем, я ему пену делала. Пена классная. 2-3 колпачка хорошая пена. И как гель для душа использовала, и капала им в тазик для ножек, ну, типа, пен, ну, как и ванночка для ног, да? И использовала как жидкое мыло, он что-то меня так задолбал. Пахнет таким приятным унисакционным ароматом, и не знаю, как передать. Да, вот действительно, и олива, и, наверное, и пятигрен. Но что-то он у меня вот, ну, надоел он мне. И выкидывать жалко, и как жидкое мыло, и вот, наконец-то, он у меня вчера закончился. Я там остатки вот как раз эту в тазик для ног делала. Хороший могу посоветовать, несмотря на то, что сделан в рашке, очень качественно сделан. Так. У меня закончилась Минька. Подарок, она мне приходила, вообще давно что-то приходила, на Новый год от Иры из Москвы. Мои подписчики, привет тебе, если смотришь это видео, и огромное спасибо за возможность попробовать. Вообще, большой формат у меня стоит в моем шкафчике, так сказать, в запасиках. Но я, что-то, все руки не доходили, я решила вот маленьких попробовать. И в самом начале мне вообще его хватило на 4 раза. Обычно мне такого флакона на 3 хватает. Тут 50 мл, это элементированная коррекция, новогодняя и фраше, гель для душа и ванны, груша в шоколаде. В общем, что могу сказать. Вначале она пахла как вот так вот, ну как груша в шоколаде. Потом она тупо мне напоминала уже после третьего применения. И сейчас также вот такая конкретная груша. Ну вот, был такой в фраше гель для душа, яблоко в сахаре или что-то такое. А, карамельная груша была, карамельное яблоко, карамельная груша. И вот она очень похожа на эту карамельную грушу по запаху. Очень вкусненько. Ну, я думаю, что с удовольствием потом большой флакончик слой заюзаю. Тут вода, типа, ну и окачивала там. Вот я не помню, по-моему, я с ней тоже делала пену для ванн. Совсем чуть-чуть. В общем, классный гель, я вам его советую. Он на удивление, хоть 50 мл, он взял в рашке. В рашке, не в рашке, во Франции. В общем, спасибо за возможность попробовать. И я вам такую хрень советую. Так, а это у меня, я делала в флакончике из фреша этот себе, как он там, дызик. На самом деле он еще не закончился, просто я его перелила в другой флакон, это на основе масел, по-моему, я даже про него видос писала или что-то в этом роде. Сделано 26 октября 2016 года. Ну, тоже пустая малочка. Неудобно масляными дызиками приспать, потому что тут очень такой большой психидер. Так, не знаю, что получится что-нибудь. Да, вот так это. Как из пистолета водного в детстве. Если у вас были, у меня в детстве был водный пистолет, и можно было сравнить с подобной струей. Когда вот масляный, он почему-то сильно так идет, а когда он был в роли просто для тела этого лимонного, он как-то не особо так прыскал. Там может за счет масляной консистенции. В общем, у меня закончилось. Жидкое мыло Иланг-Иланг Каморских островов от Ифрашен. Жордан-Дюмонд. Это вот как раз тоже от дырочки из посылки новогодней. Тоже большое-большое спасибо. На самом деле, хочу сказать, почему он желтое огло. Стоял у меня на кухне, на кухне пользовалась. Вот, извиняюсь, и зевнуть хочется, и чихнуть. Почему-то одновременно. В общем, когда первый раз заказала себе в Ифрашен в 2011 году, в июле, что-то такое, большой такой заказ. У меня там был как раз такой гель для душа. Как мне не понравился этот запах. Как он, наверное, обратный такой. Лето жарко. И тут зима, я его открыла с опаской, и мне он так что-то понравился. Я так меня нашел, видимо, вот ароматы такие на зиму. На зиму. У меня вообще там чем-нибудь еще пахнет. Вот сейчас уже как бы потеплее. На улице то ли минус, то ли плюс, два или один. Ну, в общем, он такой, когда тепло, он для меня это резкий такой запах. Тяжелый резкий запах. Но вот когда холодно, он очень хорошо пошел. В общем, если вы где-нибудь там в дубоке, и вам хочется чего-то такого интересного, то я вам советую это жидкое мыло. Ну, или и такой же вот гель. И про жаркий. Так. У меня тут аж две. Это вот я тогда показывала. У меня было какой-то там два набора. Покупал в опции не одного. Соль-даван. Это у нас Skin Juice по 100 грамм каждая. FT Cosmetics, Рашка, Москва. Состава просто соль-даван. Ну, в смысле морская соль. Ой, все-таки я не уговорю, извиняюсь. В общем, срок у него был до сентября 18-го года. И у той, и у другой. Ну, закончилась она, конечно, раньше. Одну коробочку его делала чисто как соль-даван. С какой-то пеной, я уж не помню. Ну, хорошая такая. Соль-даван хорошо быстро растворяется. Никаких каменьев не остается. А вторую разделила на два раза. И уже делала в тазик для ног. В общем, советую вам. Если вы видите такие наборы, в принципе, неплохие. По крайней мере, соль-даван. Про остальное пока ничего сказать не могу, потому что оно еще или в процессе пользования, или еще в запасах. В общем, хорошая соль-даван. А, вот он. Смерть этого самого кого-нибудь. Вообще, хороший такой гелик. Упаковка дурацкая. Это от Насти Лукьяновой. То ли у меня руки растут не из того места, то ли еще что-то. Не могла ее нормально открыть. Хотя я помню, такие покупала раньше. Бывали такие звездочки. Еще что-то типа пена для ван так разовая, да? Это у нас гель пена для душа с ароматом жевательной резинки. Действительно пахла этой жевательной резинкой. Сейчас уже ничем не пахнет. В общем, я открыла. Стала выдавливать, поняла, что там, наверное, закрыто намертво и надо чем-то проткнуть. Когда я стала протыкать, на следующий раз в мытье, мне вообще его на два раза патило. На меня палился этот гель. Причем раньше вовремя. В раньше времени палился я еще даже под душем не была. Потом я стала, значит, выдавливать. В результате, как вы поняли, я обрезала. В третий раз я его, значит, тыркнулась в душе с булавочкой. И все-таки что-то на меня вылилось. Потом я уже тупо плюнула, ножницами обрезала. В общем, упаковка ужасная. Вот чисто для меня ужасная упаковка. Но вообще такой неплохой гелик. Состав у него такой классический, химический. Тут 60 мл. Тут вскрытие 12 месяцев. В общем, спасибо, Насте Лукьяновой. Привет тебе заодно. Если вдруг увидишь возможность попробовать, но упаковка отвратная. Если у вас руки растут из нужного места, то я вам это советую. Так, у меня закончился. Крем-эксфолиант. Минерально-грязевый, очищает, освежает, регенерирует с окаменелыми морскими водорослями. 100 мл. таласотерапии. Или таласотерапии, так я знаю. От Насти Заветской. Срок годности 24 месяца. И сделал он... Фиг знает, когда он сделал. А, в октябре 2015 года. Ну, в общем, успела я его делать. Ларен Косметик. Ну, как? Я сначала тоже из поменешки, Снасть. Я что-то тогда подумала, что-то для тела. И даже пятки ему слегка помогло. Казалось, шум за лица. Такой неплохой. Надолго его хватило. Ну, тут вообще ничего не сказано насчет часто и не часто его применять. Можно или нет. Просто сказано, как применять. Ну, я его где-то раз в неделю, раз в десять дней, пару раз в неделю. Когда как? Не знаю, тут еще есть. Нет. Уже ничего нет. Уже ничего не выдавливается. Может, там уже все это обсохло, засохло. Ну, как? Он слегка похож на эйвоновские скрабы. Вот даже этой серии планеты спали. Там еще какие-то. Вот эйвоновские скрабы, они мне не очень нравятся. Они какой-то вот... Как крем и какие-то точки скрабирующие. Тут было больше этих скрабирующих точек. Он действительно похож был на крем. Ну, что и написано. Крем-экс-фориант. Но... Ну, да, он хорошо очищал. Но вот чисто вот я не понимаю, такие вот они какие-то между кремом и скрабом. Относительно эйвоновского такого крема, скраба-скраба, вообще скраба за лица, он на бал выше. Вот эйвоновскому я бы двоечку поставила. Этому даже... Ну, даже четверочку бы поставила. Четверочку за то, что он очищает хорошо кожу. Троечку за то, что вот он какой-то такой непонятный. Или я просто не понимаю скрабы в прямом смысле. Мне хочется, чтобы они слегка мылились. Ну, в общем, в принципе, могу посоветовать. Без понятия, сколько стоит. Так, у меня тут, по-моему... Ага, еще две баночки. В общем, закончилась у меня последняя маска. Я помню, мне Аленка дарила или у меня была в запасах. Ну, какой-то из них и дарила Аленка. Эмон, планета спа, русская баня с экстрактом сибирской сосны, эвкалиптом, увлажняющая, ухаживающая маска для волос. 200 мл. В общем-то, у меня четвертая, наверное, баночка. Как-то я ее до конца уделала. Тут совсем-совсем чуть-чуть что-то на стенках осталось. До сих пор еще чем-то пахнет таким приятным. Хорошая маска, короче, еще раз скажу, когда я ее первый раз купила, я подумала, что, ну, видела консистенцию. Она такая густая, очень экономичная, кстати. И я думала, что она для жирных волос не подойдет, они будут непонятно какие. Она очень хорошо подходит, я понимаю, она для всех типов волос. В общем, я вам ее советую. Она хорошая, экономичная, тут 200 мл. Хватит ее надолго и волос от нее... В общем, я ее пользовалась, ну, в принципе, наверное, как бальзам. В роли бальзама в основном. Но иногда подольше держала в роли маски. В общем, классная. Действительно, ухаживающая маска для волос. Если буду вдруг чего опять покупать в Вейване, ну, так, чтобы на полный заказ удастся себе брать, то такую себе, конечно, куплю тоже. В общем, закончился у меня тоже, наконец-то, крем для ног. Это Virgin de Arivia. Олива. Интенсивный. Это у нас фирма Modum. Это, которую я покупала тогда в Беларуси. 75 мл. После вскрытия 12 месяцев живет. Срок годности 36 месяцев. Сделан он был в апреле 2016. В общем, у меня закончился, конечно, раньше. Тут у нас масло оливы, экстракт листьев оливы, витамины Е, депантенол, алантаин и ланолин. Рутин плюс экспиракт конского каштана. Чуть не прочитала кошмара. Ну, да. По-моему, у меня уже передус этой мандоги. В общем, хороший такой кремик. Им пользовалась немножко моя тетя еще при бабушке успели. Ну, и в основном уже доюзывала я. Ничего уже не выдавливается. А нет, что-то остатки такие выдавились. В общем, из всех этих, которые я сегодня показала, вот он по густоте, наверное, чуть погуще вот этого. Поплотнее, можно сказать. Поплотнее. Ну, и, в общем, хорошо ножки увлажнял после тазиков или душиков, или ванночек. Я не помню, сколько он стоил. Если вы будете в Беларуси или живете там, то я вам его советую. Ну, или увидите здесь, тоже советую. Хороший кремик, короче. Наверное, бюджетный. Вообще, у меня тут просто коробочка. На самом деле, сама баночка. Я ее еще пользую. Много раз видела у Аленки в обзорах. Это вот чистая линия. Фитотерапия, красивая кожа. Скраб, очищающая, априкосовая косточка, глубокоочищение и гладкость. Для нормальной комбинированной кожи. И тут увидела, в общем, два, что-то или второй за пол цены, или два по цене одного. Что-то не помню, такое. Месяц с лишним, наверное, назад. В этом, в дикси. Срок у него до сентября 16, 19, года, сделан с сентября 16, вообще 14 сентября. Сделан. И, в общем, тут ромашка и абрикос. Я что-то такую видела, думаю, надо же, Аленка его все время рекламировала. Ну, думаю, надо купить, попробовать. В общем, у меня в ванной стоит. Конечно, выглядел флакончик тюбича, будто там вот чего-то не хватает. Ну, где-то вот на две трети полный, да. И, в общем, тут 66 у нас процентов натуральные компоненты. Рекомендуется использовать один-два раза в неделю. Конечно, легко помассировать кожу на одну-две минуты смойте с кровь водой. Небольшое количество. В общем, очень классно очищает. В общем, я думала, ну, не ожидала, что он мне понравился. Ну, в общем, чисто пока по пустой баночке, по пустой коробочке от баночки, которая еще в ванной стоит. И, в общем, я думаю, у меня надолго хватит. И он очень-очень классный. В общем, я понимаю, почему Аленка от него в восторге. В общем, вот такие у меня были пустые баночки. Тут что-то у меня их до хрена в этот раз. Хотя я думала, что февраль маленький месяц. На три дня классические. На три дня меньше, чем в обычный месяц классический, да. Ну, вот у меня меньше баночек. Но баночек что-то у меня снова до хрена. Если вы это осели до конца, то я очень рада. Ну, и я не знаю, что я в ближайшее время буду записывать. Но, наверное, что никогда не запишу. В общем, спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока.